Слава Господу, дорогие друзья, братья и сёстры, что мы здесь находимся в общении друг с другом и непосредственно с нашим Господом. Он здесь находится, он говорит, где двое или трое собраны во имя моё, я там посреди. И оказывается, что он не где-то там в верстебюле, не где-то там на улице. Вот здесь мы призвали его святое имя, и он пришёл по своему верному обещанию. Я хотел бы прочитать одно место Священного Писания и порассуждать над ним. Это начало Библии, 2 глава, 7 стих. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в его лицо дыхание жизни, и стал человек душою живою». Интересно, что всё, что существовало, оно исполнялось по слову нашего Господа. А для того, чтобы создать нас, человеков, создать человека по образу своему и по подобию своему, непосредственно ему самому пришлось вмешаться для создания человека. Человек – это такое сложное. Человек – это непостижимый. И люди, и доктора медицинских наук, они говорят в другой раз, что мы всего ещё не можем знать. Да, то, что познаётся через Слово Божие, не все могут узнать, даже высокие умы человеческие. Бог создал человека. Всё, что есть у нас, все органы, все клеточки, все системы нашей жизни, которые созданы, это всё соделано величайшим художником, нашим Господом. Слава Ему! Поэтому наше сердце и наша душа, она стремится к Богу крепкому и живому, когда приду и явлюсь пред лице Его. Мы, конечно же, думаем, что мы должны в своё время закончить свой жизненный путь и водвориться у Господа. Так или нет? Не слышу. Я думаю, что чаяние любого христианина – прожить эту жизнь, сколько то не было её, но водвориться у Господа. И для этой цели он вдунул дыхание жизни и стал человек душою живою. Послал дух человека. Посылаешь дух жизни – живут. Забираешь дух жизни – умирают. Переходят в вечность. То есть самое важное, что не есть в человеке – это то, что дано от Господа. Сам он вдохнул дух жизни. Дух человека – это самое то, что есть человек. Это я, это ты. Это дух, данный нам от Господа. И человек, управляя этим духом, может жить в чистом теле или в плотском теле. И там как раз разделяется на плотского человека и духовного человека. Он вдунул в лице его дыхание жизни. Конечно, для того, чтобы стало живое существо, как мы люди. А это же было создано из праха земного, вот из земли, из праха. Не из каких-то драгоценных металлов или драгоценных вещей, но самого простого – с праха земного. Бог все создал словом своим, а человека создал руками и вдохнул самого себя в него. И стал человек душою живою. Еще вторая инстанция, то, что мы имеем, – это душа наша. Душа живая. И она живая до тех пор, пока он по своей воле не заберет дух жизни. Душа также дорого пред нашим Господом. Почему? Потому что она может общаться с Господом. Душа может искать Господа. Душа может линуть, исполнить волю Создателя своего, нашего Спасителя и Бога. В его руке Господней душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Каждый человек, будь то верующий или не верующий, он имеет душу, та, которая она ищет Бога, она хочет Бога. А плоть, та, которая также человек, но она ищет совершенно другого. Если прочитать дела плоти и плот духа человеческого, там с маленькой буквы написано, человеческого духа, которого Бог дал, конечно же, большая разница. Дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Дух человека и дыхание Вседержителя дает разумение. Действительно, вот духом нашим будем искать Господа. Духом нашим мы будем утешаться Господом, расти в Господе, иметь новое чувство и желание. Это все тот дух, который Бог дал человеку. Светильник Господень, Дух человека, испытывающий все глубины сердца. Этот дух, он испытывает все, что в сердце находится, потому что, что доброе, хорошее, святое в сердце находится, это не иначе, как веяние Духа Божия, который вселил человека. Слава Господу, что какой бы человек ни был сложный, как бы он ни называл все свое естество, оно Божье естество. Это Божий продукт, потому что это великий художник и строитель, который устроил настолько сложно, что сейчас наука достигает, достигает, и она не может достигнуть до конца и понять жизнь человека и развитие человека, старение и смерть человека. Все это только подвластно нашему Господу. Человек не властен над Духом, чтобы удержать Дух. Нет власти у него над Нем смерти. Оказывается, то, что дано человеку, оно находится под властью Духа Божия, под властью Его. Только Бог знает. В Твоей книге записаны все дни для меня назначены, когда еще ни одного из них не было. Оказывается, Бог планирует нас. Бог предупреждает, зачем умирать тебе не в свое время. Оказывается, люди могут укоротить жизнь, но удлинить ее или сделать счастливой ничто не может на земле. Никакая наука не сделает счастливым и спасенным навеки и всегда. Она только может работать над временным бренным телом человека. И возвратится прах в землю, с чего он и взят был, чем он и был, а Дух возвратится к Богу, который дал его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, а Дух жив для праведности. Очень важно, чтобы мы могли понять, что то, что дано Богом и находится внутри нас, оно выше нашего разумения. Оно несравненно выше того, что люди пытаются приоткрыть. Я знаю, что и сейчас, в настоящее время, люди исследуют. И мне недавно даже рассказала одна сестра, которая в медицине работает, и много уже лет. И она говорит, что много исследовали, а сколько же весит душа человека. А как она переходит? А как она оставляет плоть? И плоть уже ничем не поправишь, потому что уже нет духа жизни. Они предоставляют и видеосъемки, и все исследования ученых. Они также верят, что что-то уходит. То уходит, чего невозможно вернуть. То уходит, чего невозможно возвратить человеку. Дух основа, основная часть человека, которая является источником всех устремлений, духовных идеалов, которая способна соединяться с Господом. Только этот внутренний человек, он может соединяться с Господом. Слава Богу, что даже мы люди, обыкновенные люди, и так как вы сыны, то Бог послал в сердца вашей Духа Сына Своего, вопиющего А воочи. Всей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Слава Господу, что мы действительно, как брат и выразился, мы счастливее на всей земле. Только Духом человек способен постигать Бога и в Духе поклоняться Ему. Ибо таких поклонников ищет Бог. Бог ищет тех, которые от всей души своей хотят посвятить жизнь свою Господа. Только в Духе мы можем постигать Его. Только находясь в теле, в храмине нашей, Дух может изменять нас и преображать в образ Божий. Но когда выйдет, то уже не может измениться в лучшую сторону или в худшую. Как важно при жизни заботиться о полнокровном проявлении Духа. Дух, о котором мы сейчас немного говорим только, то это очень важно. Это стержень нашего естества. И ничто другое, как Дух, может давать нам возможность думать о Боге, думать о поклонении Ему и как Ему служить, и как с Ним жить в вечность. Человек в падчем состоянии ничего божественного отобразить не может. Только Тот, Который поклоняется Богу в Духе и в истине, вот Тот имеет богатство, неследимое данное с небом. Духовная война удел детей Божьих. Плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти, они друг другу противятся. Я думаю, что когда мы откроем место священного Писания, это будет Галатом. Тут написано так. Плод же Духа, с маленькой буквы, это Духа человеческого, плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Но те, которые Христовы распяли плоть со страстями, похотями, если мы живем Духом, то по Духу поступать должны. не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Вы заметили, вот только несколько стихов, которые приоткрыли плод Духа, который дал нам Господь. Бог, создавая человека, дал самое большое богатство, это Дух жизни. Это Дух, тот, который управляет нашими сердцами. Вы заметили, что плод Духа, она, ну, настолько приятна, если бы все вот эти качества были лично в каждом из нас, то мы бы были счастливы и всегда бы улыбались. Почему? Да потому, что Бог в нас, тот, который дунул Дух жизни, Он дал все блаженства, все самое совершенное. И опять и опять, когда мы вычитаем, пролистываем, что же Он дал, то Он дал как раз все, любовь, радость, мир, долотерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Слава Богу! Но мы находимся, к сожалению, во плоти, правда? О Боге, о Иисусе Христе говорится, что Он, живя во плоти, совершил молитвы и моления могущему избавить Его от смерти и был услышан за Своё благоговение. Тот, который пришёл для того, чтобы спасти, Он также в сильном вопле и молитвы, и прошении просил Отца Небесного. Он не куда-то отдавал Свой Дух, который в Нём был, Он говорит, «Отче, в руки Твои отдаю я Дух Мой». Когда заканчивается наша жизнь, пусть никто другой не будет владеть нашим Духом, как только Господь наш и Бог, сотворивший нас. Если мы читаем «Человек, находясь в теле», человек может что-то согрешать или ещё что, но злостные такие грехи или ещё какие-то желания сердечные, они описываются у человека, который не любит Бога, не знает Бога и не хочет исправляться. И Он говорит, что «Ибо плоть желает противного Духу, а Дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы Духом водитесь, то вы не под законом. А дела плоти известны, а не суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное, предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследует». Бог знал, почему надо было предупредить человечество, чего избегать, от чего стараться укрыться. поэтому, дорогие друзья, я хотел бы, можно еще говорить и о человеке, о человеческом теле, дух, душа и тело. Тело наше без Духа Святого, оно беспомощно, оно может соскользнуть на дела плоти, которые не несут ни спасения, ни жизни вечной. Поэтому хотелось бы, чтобы никто не соскользнул с верного пути, потому что дух, тот, который дал Бог, он несравненно лучше, он может провести от колыбели и до гробовой доски. он может провести так, что человек будет наследовать вечность. Люди много хотят узнать о человеке. Да, человек может стать сыном Божиим, а может стать врагом для Бога. Почему? Да потому, что кому вы отдаете себя в рабы, тому вы и рабы. Я хотел бы, чтобы мы поняли, что наше жительство на этой земле, оно не закончено, оно будет продолжаться, и хотелось бы, чтобы мы поклонялись Ему в духе, чтобы наш дух, он был чистый и святый. Почему? Потому, что этого требует Божья справедливость. А если Христос с вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если Христос у вас, если Он живет, ныне Он Духом Святым поселяется в наших счастливых сердцах, слава Богу, что Он поселяется не где-то в нашем сердце, как мотор для того, чтобы мы могли двигаться, существовать и жить. И, конечно, хорошо было бы, чтобы мы могли не только прожить эту временную жизнь, но чтобы мы были жители вечности, где нет ни увядания, ни болезни, ни старости, где нету никаких плохих действий на наше естество. Пусть Бог благословит. на сегодняшний день даже только немножко мы могли порассуждать о духе человека и что он может делать нашим сердцем. Дух человека – это очень важно, потому что это дано самим Богом. Тот, который дает, тот, который и забирает. Поэтому мы другой раз можем сетовать, ну вот рановато, вот и не то, вот еще бы пожить этому человеку, да пожить, а вот уже он отошел в вечность. Бог забирает дух жизни для того, чтобы вечно жить. Так как мы имели тело земное, мы будем иметь и тело духовное, вечное, небесное, поэтому Он хочет благословить нас. Дух, который находится в человеке, бывает, достигает своей апогеи. И другие говорят, что ну это так может быть и не может быть, и не могло быть за Моисеем, когда он только поговорил с Богом, там был на горе преображение, и когда он спускался, то лицо свое закрывал, потому что это было полное сияние славы. Многих святых изображают, что над ними еще аура находится, которая свидетельствует о том, что этот человек святой. Дорогой брат и сестра, эта аура и у тебя есть, и над тобою есть, если ты любишь Бога, и духом своим, и душою своей, и телом своим, желаешь быть похожим на Него. Да благословит Господь, чтобы наше естество принадлежало нашему великому Богу. Аминь. Преклоним колени и помолимся. Аминь.